Банные процедуры два раза в неделю. Если дождь, и того чаще. Остановочные павильоны в Самаре моют, полируют и очищают от незаконной рекламы. Частные объявления, говорят рабочие, нарастают быстрее, чем грязь. Естественно, обидно. Мы пытаемся как-то пресекать, если во время помывки. Даже бывает такое, что во время очистки люди приходят и клеят прямо рядышком. Коммерческая информация должна размещаться на рекламных конструкциях на платной основе. Для частных лиц есть 470 специальных информационных стендов, где можно бесплатно разместить свои предложения. Остановка совсем не место для расклейки. Ждать транспорт не самое приятное занятие, особенно если остановка, на которой стоишь, вся грязная и заклеенная объявлениями. Гораздо лучше, когда в зеркально чистой поверхности можно увидеть свое отражение, говорят жители. Потому что чисто, приятно, красиво, прозрачно. Приятно ждать автотранспорт. А грязно, когда рекламы разные, ненужные. Это, конечно, не красит ни город, ни остановку, и в общем, в целом, общество наше. На сегодняшний день в Самаре почти 900 остановок. За частью уже регулярно ухаживают подрядчики. Еще больше 300 павильонов, за которые отвечает муниципальное учреждение Самара «Информресурс», преобразятся в ближайшее время. В ближайшее время будет производиться ремонт, очистка и окраска данных остановок. Также планируется замена в центральных частях города, скажем так, обновление этих остановок на более современные стеклянные остановки. Вода, специальный химраствор, скребки и рабочие руки. 20 остановок в день – это не предел. Особое внимание исторической части города и туристическим маршрутам. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События.